Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и привожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе и детально просматривать новости, которые не появляются в этих видео. Ну а мы приступаем. Все последние дни главная новость в турецком телевидении на каналах, конечно же, это ситуация в Ливане, в Бейруте, все, что происходит, война, которая сейчас идет. Турция начала эвакуацию своих граждан из Ливана. По факту эвакуировали 966 человек на фоне вот этой эскалации конфликта и войны с Израилем. Но заявок было подано 2500. Это все граждане Турции с турецкими паспортами. Людей эвакуировали на двух военных кораблях. Их пригнали в порт Бейрута, потому что авиасообщение нарушено. Многие компании отключили, перестали перевозить людей, полеты свои отменили. Также из внешней политики на этих днях президент Эрдоган прибыл в Сербию. Улицы Белграда украсили флагами Турции. Флаги были двух стран, Турции и Сербии. Они были вывешены по маршруту следования кортежа президента Эрдогана из аэропорта и по центру города. Президент Турции выступил на бизнес-форуме. Бизнес-форум назывался «Турция-Сербия» в Белграде. Глава государства выразил удовлетворение укреплениями экономического сотрудничества между странами, между Турцией и Сербией. По его словам, страны достигли максимально хорошего прогресса, который возможен был за короткий промежуток времени. Увеличился объем торговли, и это рекорды на данный момент за два года торговля превысила 2 миллиарда долларов. Осень, и мы не заметим, как быстро начнется подготовка к Новому году. И мы начинаем жить в режиме и в темпе, успеть все и похудеть, в том числе к Новому году. Вы знаете из моих влоговых видео о том, что я сейчас и много лет уже занимаюсь спортом, регулярно хожу в спортивный клуб. Но бывают такие времена, когда я в поездках, и тогда я пользуюсь сайтом FitStars. Я вас уже с ним знакомила фактически полтора года назад, и все это время я занимаюсь на платформе FitStars. Это потрясающий сайт, где есть тренировки. У тебя в кармане все, что про правильное здоровое питание, жизнь и спорт, все в одном месте. Есть раздел с питанием, с рецептами, расчетом калорий, а также доступны обучающие курсы. У них есть различная тематика. Для детей от трех лет есть тренировки в игровой форме, и у вас есть по сути уникальная возможность. Самой заниматься или самому, и приобщить ваших детей к спорту, правильному питанию, здоровому образу жизни. Платформа развивается очень стремительно и быстро, поэтому успейте оформить вашу подписку еще в октябре. Сейчас у них на сайте идет акция. При оформлении в октябре у вас есть возможность выиграть умные весы и еще сертификаты в их магазин FitStars для приобретения всевозможного фирменного инвентаря и продукции. С 1 по 30 октября при покупке безлимита, безлимитное навсегда оформление на сайте FitStars, у вас есть возможность бесплатно позаниматься в сети FitMost. Об этом подробности на сайте, там очень важно нажать кнопочку «Хочу поучаствовать». А также каждый, кто оформит безлимитную подписку, сможет помочь планете вместе с нами. Это новый социальный проект, все правила указаны у них здесь на сайте, можете посчитать, посмотреть, там тоже нажать кнопочку «Участвовать в нем». Вы просто занимаетесь, делаете 100 тренировок, и они вам засчитываются, и после 100 ваших тренировок за вас FitStars высадит дерево и поможет природе. Я вернулся их любимый всем доступ навсегда. Платформа развивается очень стремительными темпами, и по моему промокоду JBQ у вас будет 70% скидка на безлимит навсегда. Также доступна рассрочка на 6 месяцев для оплаты. У меня вообще давно оформлена подписка, уже полтора года, и я честно скажу, это всегда складясь информацией. Потрясающий сайт, о чем вам хочу сообщить, и вам его тоже советую. Поэтому в инфобоксе есть ссылка, проходите на сайт, и не забывайте ввести при оформлении абонемента скидку 70% получить по промокоду JBQQQ. А теперь новости внутренние и социальные. В Турции было всю эту неделю очень неспокойно. С последнего нашего выпуска с вами это прошлое воскресенье, понедельник, вторник. Периодически в стране проходили митинги, демонстрации. Это митинги молодых, митинги студентов. Это были митинги в Стамбуле, возле стены, где произошло ужасное убийство, которое я озвучила в прошлом видео. И расчлененка, блин, посреди города, в центре города в будний день. На площади с таксим девушки пытались выйти с плакатами, их задержала полиция. В Мерсине был протест тоже. Там вообще уже к концу недели произошло изнасилование девушки, студентки. Она жила в кампусе, то есть они как бы приезжие студенты, живущие в общежитии. Кампус это общежитие. И студенты из общежития, которые с ней же жили, девушку затащили в машину. Все это произошло, и она, слава богу, осталась жива, убежала. Вышли на протест студенты. Это было вечером, поздним в ночь. Очень много было, конечно, там, ну, это немалое количество людей. Это сотни студентов. Это протесты молодых. Претензии на этих протестах – это бездействие властей, обратить внимание на внутреннюю политику в стране, заняться вопросами очень многими социальными, которые назрели. Небезопасно женщинам. Не знаешь, условно, где какой-то маньяк, психически здоровый, нездоровый человек, домашнее, семейное насилие от мужей. И вот это, короче, это все в скопе, вот это вопрос насилия. Сейчас я хочу уделить время и внимание, разделить вам, рассказать, потому что, судя по комментариям из прошлого видео, не всем понятно, почему люди вопрошают к президенту, что он должен заниматься внутренней политикой в стране, что от него ждут каких-то действий, в чем вообще состоит претензия людей. Недовольный тем, что президент бездействует, не обращает внимания на внутреннюю политику. И на комментарии, из-за разряда, почему президент должен заниматься психопатами, маньяками и, не знаю, там, преступниками, да, которые с 26 судимостями бывают полицейских на улице, люди спрашивают справедливости. Они хотят, чтобы президент спасал не только граждан других стран, которым это тоже нужно. В общем, это сейчас, в последние дни в новостях, это берут акцент внимания заграничный, газа также, естественно. Но для граждан, которые внутри страны, которых убивают, внимания как бы нет. Почему? Потому что президент может делать реформы, не знаю, там, наказывать, проверять работу органов в виде министров, начальства и всех прочих людей, которые, да, по этой цепочке, начиная от здравоохранения, от врачей, а саму систему поменять можно. Не ведется работа с министрами, и они по цепочке не спускают указания, реформы, перемены, контроль за тем, что внутри в стране происходит. Вот в чем претензия людей. Они сразу, конечно же, обращаются к президенту, чтобы порядок не наводить. Если не президент, вопрос, кто это должен делать? Комментарии о том, что оппозиция вытаскивает эти моменты, акцентирует на них внимание, и у очень многих людей есть вообще мнение, что это, наоборот, спровоцировано, это попытка переворота, подталкивания граждан к революции, к конфликту внутри и внутреннему стране. Будем честны, что насилие на высоком уровне в стране, но не намного выше, чем по статистике в других странах мира, если мы посмотрим статистику по миру. Да, акцентирование внимания здесь высокое, и да, в политических играх используют эту слабость, эту недоработку власти, партии, которая сейчас у власти. И да, оппозиция на это, конечно, давит и подсвечивает абсолютно. Это типичная политическая борьба. Но хочется отметить, что в любой политической борьбе, когда есть действительно живая оппозиция и противовес, это нормальный процесс. Нормальный процесс. Если бы сейчас, мы просто представляем, фантазируем, поменялись бы власти, какая-то другая партия была в большинстве, ее выбрали, она была бы у власти та же самая к партии, которая сейчас в правлении. Делала бы то же самое. Вообще, одна из функций работы оппозиции живой в стране, это вот этот противовес и подчеркивание шероховатости, неровностей, проблем в управлении ведущей партией. На этом политика на самом-то деле и строится. Вот в этом противовесе, подчеркивание, борьбе политической, и создаются там реформы различные, улучшается жизнь граждан, кто-то же должен подсвечивать проблемы. Вот я просто объяснила ситуацию, как она вот здесь есть. На фоне сразу же убийства в пятницу, в воскресенье уже появилась статистика, что в Турцию увеличились продажи перцовых баллончиков для самообороны в 30 раз. Женщины в Иске-Шахире выходили на улице в знак протеста против вот этого недавнего жестокого убийства двух студенток-девушек в Стамбуле, студенты университетов. Затем прошла история вот эта в Мерсине к концу недели. Были обвинения политические в адрес президента о том, что он не занимается проблемой, не занимается внутренней политикой и вообще не затрагивается у политиками тема фемицида, убийства по гендерной принадлежности, именно в частности к женщинам направленная. То есть женщины вообще беззащитны. Сиренай Сарыка, я прокомментировала в соцсетях все эти события. Таркан дал комментарий. Почему это важно? Это самые топовые звезды, у них есть влияние медийное на людей, люди их слушают, ну скажем, заглядывают в рот, особенно Таркан. Иногда редко он очень молчит, но делает какие-то высказывания. Вот его высказывание было очень емко сформулировано, простое претензии людей о том, что занимаетесь не отлавливанием бездомных животных, а психопатов на улице. Проблема про вот этого именно убийства в свободу психопата, который, напомню, в центре города в будний день в обед на историческом здании площадки стены исторической расчленил, скажем так, сатанистически тело своей возлюбленной, а до этого еще в квартире убил еще одну свою девушку, бывшую, с которой он раньше встречался, а ту, с которой сейчас встречался, убил на стене в центре города. Так вот, у парня были психические проблемы, шесть раз он обращался к психиатру за помощью, то есть человека надо было изолировать на самом деле, он составлял опасность. Тут суть турецкого, турецкий журналист Фатиха Алтайлы сформулировал запрос, как бы общество, очень понятен, претензия. Он говорит в своей статье о том, что отсутствуют в Турции сумасшедшие дома, как в Европе, например, или в странах СНГ и постсоветского пространства. Раньше пациентов, которых нельзя было лечить, их изолировали в сумасшедших домах или психиатрических больницах. В 2012 году министр здравоохранения Реджеп Агдак закрыл эти места в целях экономии бюджетных средств. И всех психически больных опасных людей, по сути, выпустили на улицу. В настоящее время нет места, где юридически можно изолировать этих людей. Вот в чем суть дела вот этого конфликта, который сейчас происходит, вот этих претензий. Правительство в виде лица министра юстиции правоприменительной уголовной практики, о чем было обещано, но еще ничего не сделано. Первое, то, что пересмотрят скидку за хорошее поведение по досрочной выходе из тюрьмы, обсудят вопрос условного осуждения некоторых преступлений, категории, где не будет условки. Мы должны, так же он сказал, учитывать критику со стороны общества, мы прислушаемся, да, и заполняемость тюрем не может быть оправданием, да, досрочного освобождения заключенных. Да, в Турции есть такая практика, если в тюрьмах в ней много мест, то экономических еще каких-то преступников выпускают раньше срока. Реакция президента была очень хорошая на Озгюра Озеля. Он сказал, что самой важной причиной насилия в отношении женщин является алкоголь, слова президента, да, и тогда, значит, мы должны запретить рекламу алкоголь, в частности, рака национального турецкого напитка алкогольного. Также были тезисы от президента по тем последним вот этим событиям в стране, его реакциям о именно защите женщин в обществе. Он сказал, что не существует оппозиционной партии, которая могла бы поучить нас преподать нам уроки о правах женщин. Мы, команда, которая вывела нашу страну в новую эру с точки зрения насилия в отношении женщин. А буквально с Роскомнадзором в России в эту же ночь, на следующий день как-то произошло в России, в Турции заблокировали доступ к социальной сети Дискорд по решению суда. Мы просто проснулись и Дискорд, как всегда в Турции инстаграмчик у нас так блокирует, Дискорд сейчас заблокировали. Заявление было такое министр, что мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей, которые являются гарантией нашего будущего от вредных криминальных публикаций в социальных сетях и в интернете. Этой социальной сети, этим мессенджером для стримов, там, да, даже я особо не в курсе, что это такое, никогда не пользовалась. Здесь никто этим не пользуется, не знает, да, этим пользуются молодежь, студенты, но это очень маленький процент от всего населения в стране. То есть, риторика точно такая же, как и в российских властях, о том, что мы пытаемся защитить наше молодое поколение от растления в интернете от какого-то негативного влияния. И на следующий день у нас начались в стране разговоры о том, что Турция может заблокировать Телеграм, да, или появились заголовки о том, что Телеграм будет следующим в блокировке. Почему? Ну, это очень просто. У государства есть правило, которым они подчинили ТикТок, Твиттер, ныне Х бывший Твиттер. По турецкому законодательству любой крупной социальной сети должен быть офис и представительство у полномоченных человек в стране. То есть, обязателен офис, лицо должно юридическое открыто быть и представитель, условно, с которого, если что, можно спрашивать и все прочая история. Как условно это происходило сейчас, когда арестовали Дурова во Франции, та же самая история. То есть, должно быть лицо, с которого мы можем спрашивать. На данный момент Телеграм представительство офиса ничего в Турции не имеет. Поэтому власти отправляли письма и сказали о том, что извините, Телеграм нам не отвечает, не реагирует даже на наши письма. раз не отвечают, значит, мы будем рассматривать вариант блокировки Телеграм в Турции. Меня попросили осветить новость. Я ее нашла на просторах интернета о девушке. Ее зовут Баназир Айдын. Она живет в городе Батман. У нее очень редкое заболевание, которое скрылось 18 сентября. Женщина внезапно начала непрерывно чихать. С тех пор, с 18 сентября, ее чихание не прекращалось. И она не могла выполнять просто свои какие-то повседневные дела. И чихала она сотни раз в день часами напролет. Ей 24 года этой девушки. Она чихала без остановки. И ее семья обратилась в больницу города Батман. И сначала врачи просто не придали этому внимания, значения, сказали, что все пройдет, ничего опасного, страшного. Но дошло до того, что она вообще-то мать двух детей. И она вскоре, через несколько дней, перестала справляться с повседневными задачами, уход за ребенком. Она ничего делать не могла. Она могла пить, есть. Она постоянно чихала. Короче говоря, они нашли других врачей, обратились в Анкару уже. То есть, они поехали в столицу. Ей было назначено специальное лечение, чтобы она хотя бы могла немножко отдохнуть, поспать, покушать. Это определенный вирус, как установил невролог, который с ней начал работать. Его Севда Сарыкая зовут. Изучая этот случай, она обратила внимание, что это схожие симптомы ситуации. В 2015 году был случай зарегистрирован в Америке. Кейтлин Торн-ли. Она чихала 12 тысяч раз в день. И причиной состояния такого ичиха это был синдром Пандас. Он связан с аномальной реакцией организма на бактериальную инфекцию. На данный момент эта женщина, девушка, она проходит лечение. Ее лечат от бактериальной инфекции. Ну и с ней, конечно же, работает невролог. Все в скопе. Слава богу, удалось установить диагноз и приступили к лечению. Ну такое, конечно, один, наверное, на миллион случаев. Это очень ред. В Турции есть очень знаменитая большая сеть ресторанов Кефте-Джи-Юсуф. Это очень крупная по всей стороне сеть. Чаще всего, как туристы, вы могли видеть их рестораны на остановках вдоль трассы, где останавливаются туристические автобусы, камьоны, дальнобойщики. вот эти ресторанчики, где можно покушать, помыть руки, сходить в туалет, принять душ там, если что, и так далее. То есть, придорожные рестораны. Почему эта сеть популярна? У них очень много филиалов, плюс средняя цена недорого у них, хорошее качество продуктов, вкусно, недорого, чисто всегда, и, короче, ну, более-менее чисто, я имею в виду, ну, короче, прилично, вкусно и доступно. Так вот, вот эта сеть ресторанов Кёфтеджи Исуф подозревается в продаже свинины. Журналисты выяснили, что 7 месяцев назад Министерство сельского хозяйства Турции выявило наличие свинины в образцах мяса, которое они брали из филиалов вот этой популярной сети Кёфтеджи Исуф для анализов, проверки, стандартно, короче, да, и адвокат компании Алиус Лун заявление официальное делал, что не располагает такой информацией по этому вопросу и не может что-либо комментировать, какие-либо обвинения в их адрес. То есть, это заруба такая, что журналисты нашли эти документы о этих тестах проводимых лабораторных, напомню, это было 7 месяцев еще назад. После этого в соцсетях, в Инстаграме я видел, хэштеги были, ну и люди, конечно же, многие мусульмане, особенно верующие, религиозные люди, протесты как бы блокировали, отказ сделали от этой компании. Очень многие, я скажу, что это, Кефт Джейсов, самая популярная сеть общепита с мясом и с котлетами, что связанной, они игнорировали, блокировали, делали такой, знаете, отмену этой компании, вирусили сведе, типа, что они туда не уходят. Вчера, в первой половине дня в Башак-Шахире, в Стамбуле, это спальный район, мужчина в маске с ножом напал на людей на улице. Было известно о трех раненых людях, у которых ножевые ранения. Никто не умер, слава богу. Мужчины, на которых он попозже напал у кафе, они смогли его задержать, потому что их было несколько человеком, его задержали, скрутили и передали полиции. Кто этим оказался человеком? 17-летний парень, он напал на троих случайных, просто рандомных прохожих на улицах. И его к вечеру были показания в СМИ, что он говорил, как комментировал вообще свои действия и поведения. Он сказал, что он бросил играть в компьютерные игры, и ему снилось после этого, что он будет играть в игры и в реальной жизни, поэтому вчера просто он проснулся, видел эти сны до этого, проснулся утром, взял с кухни нож и напал с ножом на просто сидящих людей в кафе и проходивших мимо. А это новость, наверное, страшная, это страшный сон для многих. В Стамбуле три дня назад во время похорон 80-летнего дедушки, его звали Халита Абайшу, в момент совершения похоронной молитвы присутствующие услышали звуки, исходящие из гроба. Родственники немедленно вызвали медицинские службы, и дедушка этот был не в сознании, но медики установили, у него пульс был. Мужчине тут же провели сердечно-легочную реанимацию и срочно доставили его в больницу. К сожалению, дедушку спасти не удалось по результату, он все же в больнице скончался, но вот такой факт интересный был. В Тунжиэле началась стройка и в дереве в дупле нашли без матери оставшихся одиноких двух маленьких бельчат, и люди взяли себе их, начали их кормить, подкармливали смесью, и забрали себе на попечительство спасли этих бельчат. И второе видео, тема вот этих диких кабанов, в Мармарисе вообще популярная история, они очень часто спускаются с гор, из леса приходят в одном туристическом месте, кабаны также спустились к людям, пришли в город, и здесь они мусорками или поисками какой-то еды легкой не ограничились, они просто в центре города начали перекапывать газоны, в прямом смысле. Туристы это все заснимали, умилялись, конечно, а затем кабанов этих прогнали, они ушли с этой территории, но никто их там, безусловно, не обижал, не пинал, не выгонял в этот момент, ну, копали и копали, условно, газоны перекопали, обратно их пересадили. Новости на данный момент в Турции, вот такие картина дня у нас, напишите в комментариях, что вы думаете, ваши реакции, какие новости вас оставили неравнодушными. В инфобоксе под видео с ссылкой на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, обязательно подписывайтесь, до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok